Альфия, добрый день! Добрый день, Роман Викторович! Альфия, расскажи, пожалуйста, откуда ты, кто ты по профессии и как ты познакомилась с сетевой компанией? Меня зовут Альфия, я из города Нижнекамск, Татарстан. Я мама троих детей. Работала до этого по найму в сфере ЖКХ. 15 лет назад открыли собственный бизнес с супругом, агентство недвижимости. И на данный момент мы процветаем и работаем в этой сфере. Вообще у меня мечта была свой бизнес, жилищный кооператив создать. Так как у нас в городе был опыт печальный, негативный, был жилищный кооператив и его не стало. После этого я немножко подвинула свою мечту чуть-чуть подальше. И так случилось, что работы в сфере недвижимости мне предложили жилищный кооператив Bestway. И я с удовольствием сначала узнала условия, как, что, потому что у меня это было уже в мечтах. И когда я уже видела то, что я хотела именно прозрачность, то, что маленькие проценты переплаты и то, что это нам выгодно, мне это очень понравилось. Сама стала пайщиком и на себе решила попробовать, потому что я работаю в сфере недвижимости более 15 лет и нарабатывала себе рекомендации годами. Сначала решила изучить полностью, мы с мужем вместе двигаемся в этой системе. И когда вот сейчас у меня очередь подошла через год, и клиентов, которые пришли на меня, не на кооператив, мы оформляем вот послезавтра сразу 4 квартиры. Вот, это очень шикарный продукт, можно сказать, то, что такие маленькие переплаты. Вы знаете, ко мне именно идут люди, мои постоянные клиенты, и то, что я, вот это сетевое, я бы не сказала. Я как делала риэлторские деятельности, услуги показывала, точно так же они идут. Они приходят, я им рассказываю, это жилищный кооператив, мне нравится сразу заехать, это ипотека. Но все равно мы больше склоняемся к кооперативу, потому что там преимущество показываем, то, что маленькие переплаты. Мы все плюсы показываем вот этого кооператива. Во-первых, я могу людям помочь, тем людям, которые не могут по банку взять, потому что у них нету дохода реального, и многодетным людям, которые можно помочь вот именно через этот кооператив. И в том числе вот материнский капитал уж это одно из привилегий вот этого кооператива. И у нас, у меня сейчас где-то около 15 человек, которые пришли в кооператив, и половина у них по материнскому капиталу и пенсионный фонд в течение двух-трех недель перечисляет на счет кооператива вот эти деньги. Я очень рада этому. Хорошо, я так понял, что муж поддержал сразу. А как твои друзья отнеслись к тому, что ты занялась сетевым маркетингом? Я до сих пор не понимаю то, что это сетевой маркетинг. Муж всегда меня поддерживает, я его очень люблю и уважаю за его поддержку. И вот это, то, что вы говорите сетевой, да, это я думаю, что семейный бизнес. Если вдвоем идешь в одно направление, это очень хорошо. И нас поддержали дети, которые у меня, вот дочь живет за границей в Дубае, сын, вот сейчас заканчивают тоже в Австралию, хотят уехать. И маленький сын у нас хоккеист, он уже знает, что, к чему, как. И у него счет открыт, он уже знает, сколько у него денег будет 18 годам, и какие у него планы, он уже сейчас расписывает. Когда ты начала заниматься сетевым бизнесом, открылись ли какие-то новые возможности? Да, конечно, открылись. Обучение именно в Академии IBA, это самое крутое, то, что меня зацепило. Я давно мечтала познакомиться лично вот с автором фильма, это Боб Дойлом. Я думаю, что у нас встреча все равно состоится с Аланом Пизом. Это вот самые такие учителя номер один в мире. Соизмерим ли доход от основного бизнеса риэлторского и от сетевого бизнеса? Он как-то сравним? Вы знаете, я раньше тоже неплохо зарабатывала. Я всегда, которые цели ставила, всегда достигала с легкостью, потому что мы вместе двигались в одно направление. Чтобы я не задумала, я быстро этого достигала. Хорошие машины, хорошая квартира, вообще беспроблемно. И вот то, что сейчас доходы, я в основном, мы вместе двигаемся. Я одна только не хочу, я хочу параллельно с мужем. То есть один промоушен мы сделаем, потом под супругом, потом я, потом мы вместе параллельно двигаемся. Такой семейный бизнес. Да. Я не хочу, чтобы, у меня нету цели, чтобы быстрее-быстрее там добраться до директорского уровня. Такие вот большие доходы я не ставлю, да. И самая моя основная цель – это заняться благотворительностью. То, что вот мои клиенты, которые через меня прошли, я хочу им помочь. Там есть дети, которые очень нуждаются и в деньгах, и в лечении, да. У меня вот большое желание вот именно вот им помочь. Ну, для этого, конечно, да, нужны деньги, но главная цель у меня не деньги. А вот если вот есть цель, возможности приходят неоткуда вообще. Ну что, Альфия, спасибо за интервью. Я желаю твоей семье благополучия и желаю, чтобы твои мечты сбылись. Спасибо большое. Спасибо.